В солнечный день 17 октября 2013 года на московской площадке Информпространство состоялась третья международная научно-практическая конференция «Раша Клауд-2013». Девиз конференции «От теории к практике» должен был подтолкнуть участников к обсуждению практических аспектов применения облаков и к подведению итогов за прошедшие годы. О работе ФСБ России в СТЭК России и МВД России в области защиты информации в облачных сервисах доложили их представители. Начальник БСТМ МВД России генерал-майор Алексей Машков рассказал о том, что преступники уже применяют облачные технологии для хранения противозаконных данных, для распространения вредоносного кода. Зам. начальника управления ФСТЭК России Дмитрий Шевцов дополнил доклад обзором документов, регулирующих нормативно и методически применение облаков. А первый заместитель начальника Центра ФСБ России Алексей Кузьмин представил подробный обзор проблем внедрения облачных технологий на современном этапе. Это проблемы разделения ответственности, проблемы хранения чувствительной информации, например, персональных данных и многие другие. В заключении выступления он так подвел черту под всем сказанным. Разработчики и техника готовы для создания соответствующей среды функционирования с точки зрения функционала. Нормативная база, которой нужно будет подвязать и вопросы защиты информации, ну, какая-то существует, но, по крайней мере, правильно поставлен вопрос о том, что ее необходимо развивать, дорабатывать. Если за технику мы ставим плюс, тут более-менее все понятно, то нормативную базу мы можем поставить плюс-минус или знак вопрос хотите. То есть тут проблемы есть, их надо решать. То что сказать о потребителе? Я бы здесь поставил огромный минус. Почему? Дело в том, что потребитель, как правило, очень плохо осведомлен о том, какими возможностями он может пользоваться у конкретных операторов сходу, что ему нужно делать. И, на мой взгляд, потребитель еще не готов облаков к широкому использованию предоставляемых возможностей. Далее на мероприятии российские компании делились своими успехами применения облаков, проводили презентации облачных сервисов для государства и бизнеса. В перерывах участники выходили в выставочную зону, чтобы обсудить услышанное за чашкой чая. Позже организаторы мероприятия АПКИТ инициировали церемонию награждения компаний, отличившихся во внедрении облаков. Награда приятная, потому что заслуженная, ведь ситуация в России с облаками совершенно особенная. Крупные компании уже разработали и применяют технологию у себя, внутри. Но повсеместного спроса на облака как услугу не наблюдается. Поэтому требуется на различных площадках разъяснять российским компаниям выгоды применения облаков. Эта рекомендация прозвучала на пленарном заседании. И Russia Cloud 2013, среди прочего, стала именно такой площадкой, которая призвана прояснить в России ситуацию с облаками. БИС-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова